Какие алгоритмы изучения структурированных данных мы используем в поиске? Так и ранжированием, улучшением качества ранжирования и различными интеграциями товаров на большой поиске индекса. До того, как руководить товарным поиском, я занимался качеством поиска лавки и руководил разработкой турбо-страниц. Сегодняшний мой кейс будет построен вокруг практического кейса запуска товарного поиска. Поэтому давайте кратенько я про него расскажу, что это такое. Чтобы сейчас не заморачиваться про различные интеграции с поиском, проще всего смотреть на товарный поиск как отдельную вкладочку. Вот как с картинки, видео, карты. Вот так есть и товары. Вот эта вкладочка. Сам товарный поиск выглядит как все поиски в интернет-магазинах. У нас есть товарная строка, у нас есть фильтры и у нас есть карточки товаров на выдаче. Внутри карточки товара вы можете зайти туда и доуточнить параметры товара, которые вас интересуют. Например, там цвета, гигабайты. И увидеть цены на интернет-магазины во всем интернете. И это и есть наша ключевая задача, которую мы будем сегодня обсуждать. Именно вот в этом блоке цен у нас должны быть все предложения в интернете, как на маленькие магазины, которые вообще невозможно найти без поиска, так и на крупные маркетплейсы типа Wildberries, Ozone или Яндекс.Маркета. И вот эту базу товаров нам надо собирать, потому что сегодня мы будем про нее говорить. Соответственно, про что доклад? Про построение базы цен. Но вы скажете, блин, а в афише-то обещали, что будет про парсинг всего интернета вообще, а тут что-то только про цены, собираются рассказывать как-то что-то не то. На самом деле все подходы, которые я буду сегодня рассказывать, они работают на всех остальных срезах. И в конце я расскажу про другие удачные примеры, где у нас получилось применить эти алгоритмы. Но почему цены? Потому что у цен есть два очень важных свойства. Первое. С точки зрения товарного поиска цены отвечают к ключевая функциональность. Они прямо везде. Поэтому алгоритмы должны быть очень хорошего качества, иначе невозможно сделать качественный продукт, у которого слишком много ошибок. Второе. Цены вообще меняются, в отличие от многих других полей. То есть в стандартное время частенько цены меняются дважды в день на товары, а в районе каких-нибудь мероприятий вроде черной пятницы, которая идет сейчас, у нас за день обновляется полбалза. И, соответственно, это свойство, которое накладывает довольно много ограничений на решение. И мой доклад будет построен следующим образом. Я вкратце расскажу, как выглядит наша архитектура, какие там основные блоки, и подробно расскажу про две самые интересные компоненты, про парсинг и скачивание. Ну а также в конце расскажу про удачные применения парсинга. Ну а давайте поймем масштабы вообще. Какие у нас масштабы задачи. Всего по нашим оценкам в интернете порядка 20 миллиардов товаров, цены, которые мы хотим получать, с примерно полутора миллионов интернет-магазинов. Также очень важная характеристика. По нашим оценкам, примерно каждые 24 часа 11% товаров меняет свою цену. То есть вот если вы взяли базу, посчитали на нее цены, сутки с ней ничего не делали, через сутки у вас будет в ней 11% товаров с неправильной ценой, с протухшей. И еще раз напоминаю, что ошибка цены – это очень плохо. Поэтому выбора у нас в архитектуре нет. Надо максимально все насквозь потоковой архитектуре пробивать от начала до конца. Делать у нас нечего. И первая компонента в нашей архитектуре – это краулер. Он отвечает за две самые важные задачи в начале. Это про планирование, какие документы качать. Собственно, про скачивание их. И на каком-то срезе, где это необходимо, он занимается отрисовкой JavaScript. Ну, в случае, если там есть какие-то ленивые загрузки и подобные всякие проблемы JavaScript. Дальше все это дело идет потоково в контент-систему Яндекс.Роботы. На нее можно смотреть, как это огромная система, в которой есть много маленьких микросервисов, которые поточно обрабатывают документы. И один из этих микросервисов – это наш парсер. Он, соответственно, вход получает HTML и возвращает какие-то структурированные данные. В частности, там лежит наша цена. Все это дальше идет, опять же, насквозь, не задерживаясь в хранилище, в котором копятся офферы и выкладывается индекс. И вот в этой схеме все хорошо поточно, вот кроме вот этого полного индекса, который выкладывается раз в несколько часов. Что мы с этим сделали, я расскажу чуть-чуть попозже в конце. Там тоже есть на это хак. Но все остальное насквозь пролетает хорошо. Давайте переходить, собственно, к задаче парсинга. Как она выглядит? Вот это типичная страница интернет-магазина. Там много какой-то информации, все очень красиво, но нас на самом деле интересует какой-то набор данных с этой страницы. В частности, нас интересует, например, там блочок цветов или блочок цен. Ну вот там 28 999 рублей нас интересует вот эта чиселка. И вот глядя на такую страницу, можно сказать, что-то просто же алгоритм придумать. Давайте возьмем просто первую строку, которая рубли содержит. Отличный метод, кажется. Но не все так просто. И вот один из миллионов примеров, которые там ломают, и надо там какие-то эвристики писать, например, такой. Вот у нас есть цена 32 999 рублей. Ну вот повыше положили баннер на акцию, которая еще не началась, и там 19 990 рублей. Будет через несколько дней, но сейчас вот не столько. И алгоритм должен не обмануться и излечь правильную цену. Ну, соответственно, не все так просто. Поэтому нам надо формулировать задачу и пробовать ее решать. Ну, соответственно, задача. Берем HTML, получаем JSON-чик со структурированными данными, отправляем его дальше потребителям. Но все-таки не отпускает вопрос, а можно ли как-то просто. Вот охота, не охота думать, не охота ML обучать никакой. Давайте как-то непростенько. Вот. И первое простое решение – это микроразметка. Это отличный подход, почти структурированная информация. Есть публичная документация, например, на схему орг. Прямо в мете, в HTML размечено, например, наличие, валюта, цена. Вот эта информация лежит. Все круто. Быстро реализовывать. Даете разработчику задачу или сами делаете. За недельку делается. Очень круто вебмастера напрямую влияют. Можете прямо в документацию написать. Мы извлекаем эти данные. Если хотите попадать в торговый поиск, указывайте такие данные. Вот список. Но есть нюансы. Полнота не такая большая, к сожалению. Она хорошая. Но для того, чтобы сказать, мы покрываем все интернеты, в интернете все магазины, недостаточно. И вторая важная проблема. Мы никак не можем влиять на качество со своей стороны, к сожалению, при таком подходе. Если, условно, партнер забыл обновить плагин, который генерирует вот эту микроразметку, на сайте у него все хорошо, а в товарном поиске все плохо. К сожалению, плоховато. Ну и на самом деле из последнего недостатка выходит следующее решение. В каком-то виде мы заиспользовали идею, похожую на блокировщики рекламы. Если вы когда-то блокировали рекламу, вы такие, понятно, вот этот блок, у него есть CSS-селектор, давайте блокировать, условно, всегда элемент с таким классом, и у меня на сайте не будут на этом рекламы. И ту же самую идею мы заиспользовали для парсинга цен. На конкретном сайте мы можем выбрать селектор, сказать, бери вот с таким селектором, первый элемент, это будет цена на этом сайте. И на самом деле это рабочая идея, для которой мы сделали специальный плагин, в котором можно выбирать, что я хочу на этом сайте создать парсер для цены, найти его на странице, кликнуть туда. Плагин предложат селекторы, которые он видит, и можно выбрать самый удачный из этих селекторов и, собственно, положить такое правило парсинга для этого сайта. И в какой-то момент мы даже слишком поверили в эту идею, когда занимались задачей обогащения сниппетов на поиске. Ну вот это какой-нибудь там один из миллиона сниппетов, которые у нас есть на поиске, он выглядит так, там какая-то информация, иногда охота классикой на дополнительную информацию, например, процент. Мы посмотрели на график распределения показов и увидели очень интересную закономерность. Это, кстати, не сильно зависит от среза, так почти всегда распределен трафик, что примерно 100 самых крупных сайтов дают примерно 60, даже чуть больше процентов показов. Это значит, что берем, накликиваем 100 парсеров и условно почти решаем задачу. Ну, собственно, так мы и попробовали сделать. Мы взяли нашу группу разработки, заказали пиццы, заказали напитки, забронировали переговорку, договорились, сейчас мы будем 2 часа кликать, не отвлекаясь, и накликаем 100 парсеров. 100 мы не накликали, надоело, да там что-то не получалось, накликали 80. Пока доделывали верстку, запускали эксперимент, 10 успело сломаться. Пока там доразбирались с приемкой и докаткой в продакшн, и еще 10 сломалось. И эйфория немного прошла. Как-то оказалось, что подход прикольный, но есть недостатки. И резюмируя, на самом деле, про этот подход, мы можем влиять на парсинг со своей стороны. Быстро можем распарсить какой-то конкретный сайт, запустить эксперимент, проверить, как это работает. Но, к сожалению, в задаче парсинга, например, для товарного поиска, это вообще не работает. Там для того, чтобы создать полтора миллиона сайтов, даже если вы будете невероятно быстро накликивать по 10 минут на сайт, это надо потратить 130 лет. И они еще разламываются, разработчиков это дергает. Но отсюда, на самом деле, вытекает вполне логичное продолжение. А зачем это делать самому? Зачем это делать разработчикам? Это же вполне понятное рутинное задание. И ровно так мы модернизировали этот метод. Мы сказали, а давайте создавать эти парсеры толокерами. Мы берем сайт, отдаем этот сайт толокеру. Толокер в этом же плагине накликивает селектор. Дальше мы отдаем этот сэмпл другим толокерам. Они проверяют, что первый сделал все хорошо. Если все хорошо, добавляем этот парсер в стейт парсера. Ну и все, как бы задача выполнена. Но опять же возникает вопрос, а почему это не идеальное решение? Все, можно же презентацию тогда заканчивать. К огромному сожалению, все эти парсеры, они независимые. То есть, соответственно, создавая один парсер, он никак не влияет на другие. Их также надо создавать и также надо поддерживать. А это значит, что на создание полутора миллионов парсеров, ну надо миллион долларов-то потратить при расчете примерно 0.75 долларов за штуку. Но это была бы не самая главная проблема. Например, размазать на год бюджетом, еще где-нибудь какой-нибудь, там СКК срезать и так далее, если бы эти парсеры не ломались. И, к сожалению, ломаются они очень часто. По нашим оценкам, примерно 30% парсеров за месяц сломаются. И для того, чтобы в адекватном качестве поддерживать парсеры, раз в неделю надо переобходить эти парсеры. Раз в неделю это на самом деле оценка сверху. И если они ломаются, пробовать их пересоздавать. И, соответственно, на это будет уходить порядка 750 тысяч долларов. А вот это уже хороший бюджет. И вторая главная проблема, даже если уговорить их выбить такой бюджет на любые другие задачи, этот бюджет не переиспользуется. То есть нельзя вложиться там условно в разработку и потом везде это применять. А тут надо везде насыпать этот бюджет. Поэтому, к сожалению, к нашей задаче это не подошло. Но какие-то более локальные задачи, где условно 100 сайтов или 1000 сайтов, они подходят отлично. Это супер метод. Ну и резюмируя сказанное, простых методов, условно, извлекать первую строку с рублями мы не придумали. Микрозаметка отличный подход, круто запускать, достаточно стандартизировано. Селекторы можно разгонять покрытие, особенно в небольших задачах, но, к сожалению, дорого поддерживать. И мы пошли дальше. Мы сформулировали задачу в терминах классификации вершин дом-дерево. Если посмотрим на какой-то пример цены на сайте, видно, что у нас вот там есть какое-то много всякой информации. И есть отдельная вершина, которая содержит цену. Например, 4999 рублей. И мы хотим обучить такой классификатор, который говорит, что вот здесь содержится цена, а во всех остальных вершинах, как бы они не были похожи, цены нет. Ну, то есть, например, на 5999 это price равно false, это не цена. Ну и, разумеется, там скидка по акции либо минус 1000 рублей, тоже надо сказать false, не, не, это не цена. И делали мы это обучением модели градиентного бусинга, в которой есть 3 основные группы факторов. Первая группа, она самая логичная, это текстовые факторы. На самом деле, даже вот если сейчас ни про что не рассказывать и посмотреть только вот на этот сниппет цены, вам не надо видеть вообще никакую другую часть страницы. Вы скажете, ну это цена, на какой это товар, но цена. Возможно, там из блока рекомендаций, но это цена. И как он работает? Мы говорим, что мы предсказываем для вершины 4999 рублей. Мы смотрим на контент вершины, которая стоит слева от нас. Мы смотрим на контент вершины, которая стоит нас. Мы смотрим на класс вершины, в которой лежим мы. И мы смотрим на контент вершины, который справа от нас. Конкантинируем все это в одну строку через разделители и обучаем сетку, которая говорит, цена ли здесь или нет. И на самом деле это очень сильный фактор. Ну то есть одного его хватает уже очень намного. К сожалению, есть недостатки, надо их немного подполировать. И вторая группа факторов, подполировка ручными факторами. А давайте посмотрим, что рядом. Посмотрим на теги вершин нашего родителя, дедушки и так далее. Посчитаем, какие значимые элементы у родителя, дедушки и так далее. Например, ссылки, картинки. Посмотрим, а вообще, насколько мы уникальны в дереве. Сколько еще таких же вершин. Ну и посмотрим, какие вообще в среднем размеры. Это продолжение идеи с текстовым фактором, но немного подполировая другие статистики. Но опять же этого мало, потому что может быть несколько похожих блок цен. И непонятно, какую выбрать. И здесь на помощь приходит на самом деле позиция в дереве. А давайте вот посмотрим на все дерево целиком и поймем, где мы находимся. Где мы находимся можно считать в двух терминах. Во-первых, посчитаем от начала дерева до конца дерева различные расстояния. Например, в терминах сколько слов от начала документа, сколько символов, сколько вершин, сколько картинок. Это будет первый набор факторов расстояний, второй набор факторов расстояний. А сколько таких же вершин по контенту, по классу перед нами и после нас. Например, для вот этой выделенной вершины с ценой будет известно, что по контенту она находится где-то в первой трети. И это первая вершина с ценой. Больше таких не было. А вторая вершина, это уже известно, что она где-то там в конце. Где-то 80% текста перед ней. И есть какая-то вершина с таким же контентом с ценой перед ней. И группируя все эти три группы факторов вместе, мы получаем отличную модель, которая умеет предсказывать цену по HTML. Но, к огромному сожалению, мы все еще на вход получаем весь поток Яндекс.Робота. И это сотни тысяч РПС. Как бы мы ни старались, как бы там лучшие олимпиадники, которые у нас есть, не пытались это соптимизировать. При таком потоке меньше, чем десятки тысяч РПС в лоб соптимизировать у нас не получилось. Поэтому мы начали думать, а что же можно сделать, чтобы хотя бы сузить немного этот поток, как можно подоптимизировать. И первое логичное действие, а зачем нам парсить весь поток? Давайте парсить какую-то его часть. Потому что Яндекс же скачивает еще кучу других страниц. Там есть новостники, Википедия, обзоры, страницы с фильмами. И там нет никаких цен, они не интересны для нашего товарного поиска. И давайте обучим просто классификатор, который по Урлу и Тайплу будет говорить. А вообще здесь есть товар или нет? Причем важно, что нам не так страшно сильно ошибиться, назвав кого-то товаром, парсер разберется. Он скажет, нет, там цены нет, ничего страшного. И такой подход позволил нам сотни тысяч РПС превратить в десятки тысяч РПС нагрузки на парсер. При этом сама моделька, она очень легкая. Она берет только Урлы и Тайтл, даже не лезет там никуда в дерево. И это легкая DSM, которая относительно там парсинга почти не потребляет ресурсы. Но надо идти дальше. Все еще многовато. Посмотрим вообще, как выглядит снова страница. Ну вот на какой-то произвольной странице можно глянуть, ну цена здесь. А если глянуть на какую-то другую страницу этого сайта, то опять мы скажем, ну цена здесь. Почему мы на каждой странице заново запускаем какую-то сложную машинерию, хотя все страницы одного сайта похожи. Кроме того, мы недавно разговаривали, что можно генерировать селекторы. Селекторы работают целиком на весь сайт, а тут мы снова парсим одну страницу. И комбинируя на самом деле знание о том, что у нас есть клевая модель и известно, что в целом парсинг на хосте выглядит одинаково, то возникает логичная идея, давайте селекторы генерировать моделью. Ну вот действительно, у нас же она есть. И ровно так и решили мы сделать. Мы взяли конкретный сайт, для него нагенерили кандидатов на селекторы. Это от вершины поднялись вверх до корня и выписали тег и его класс ID. Моделью проверили, что такой селектор, это хороший селектор, там почти всегда лежит цена. Если это так, то все, положили его в стейт для парсинга, будем его использовать. Что важно? Это маленький файлик просто с записями хост селектор. В нем единицы миллионов записей копейки и его можно регулярно перестраивать вообще без всякого крауда. Там раз в день легко. И что очень важно, этот подход экономит примерно 60% вызовов тяжелого парсинга. То есть нам в 60% случаев достаточно просто глянуть в этот файлик, проверить, есть ли такой селектор. И если есть, о, круто, все, не надо ничего запускать. Вот ответ. И, соответственно, давайте резюмируем, как у нас режется поток. На вход у нас приходят сотни тысяч RPS. Классификатором мы срезаем до десятков тысяч RPS. Потом не забыли про микроразметку. Все-таки это отличный метод, зачем ее выкидывать. И потом еще посмотрели, есть ли у нас предпочитанный такой класс эквивалентности и срезали еще 60%. Ну и вот эти единицы тысяч RPS, которые остались, ну можно уже и распарсить. Дальше давайте перейдем снова к следующей задаче, к актуальности цен. Напомню, почему она вообще важна. Как выглядит страница... Такие задержки. Как выглядит страница товарного поиска? У нас цены используются везде. То есть это и выбор сортировки, это и фильтр по цене, это и товары, и цены на товары. И, соответственно, мало распарсить качество, надо постоянно эти цены держать актуальными. Ну и первая логичная идея приходит точно так же. Не, ну все просто. Яндекс, у вас куча железа, ну обходите базу раз в день и будет как бы все хорошо. И ровно это мы, собственно, когда запускали товарный пояс, точно так же и подумали. Мы написали парсер, интегрировали ее в контент-систему Яндекс.Поиска, начали заниматься задачами, индексациями и качеством ранжирования. И в один прекрасный день, прошлой осенью, мы такие, ну все, давайте тестировать, выкладываем базу, смотрим, что уже получается на полной базе. И неожиданно мы выяснили, что каждый второй товар имеет ошибку в цене. Ну мы не растерялись, мы сказали, окей, никаких проблем, просто актуальностью не занимались, давайте переобойдем. Ну просто возьмем и сотни миллионов товаров, которые у нас есть, закажем в переобход и все актуализируем, будем так делать регулярно. Но, к огромному сожалению, так не работает, потому что переобход всей базы занимает единицы недель, там почти месяц. И пока мы переобходим документы в хвосте этого списка, документы в начале уже успели протухнуть. Иногда дважды, иногда трижды, иногда вообще закончится и сняться с продажи. И происходит это из-за того, что у нас есть похостовые лимиты, мы не можем с определенного сайта качать слишком много, как бы нам не хотелось. Потому что, если, например, надо переобходить 10 миллионов товаров с одного сайта, кажется, немного, то это больше 100 РПС нагрузки на сайт. И это много больше иногда обычной продуктовой нагрузки. Нам никто такую нагрузку техническую, конечно же, не простит. Поэтому надо думать дальше и надо думать, а как вообще тогда скачивать, если по кругу не получается, нужны какие-то эвристики. И эвристики такие. Ну, первая, самая понятная эвристика, ну, если мы документы показываем в поиске, в товарном, либо на большом поиске, ну, их надо переобходить. На самом деле, показов относительно всей базы немного, поэтому тут никаких проблем. Все популярные товары мы будем поддерживать актуальными. А что делать с хвостом? И оказалось, что цены на товары меняются на самом деле неравномерно. Есть товары, которые меняют цены гораздо чаще, есть гораздо реже. И в целом у нас получилось это обобщить, глядя просто на тайтл, на категорию товара и на время, когда мы последний раз переобходили оффер. И вот по такому таплу можно научиться предсказывать вероятность изменения цены с последнего переобхода и просто в планировании переобходить самые вероятно изменившиеся документы. В момент, когда вот этот классификатор у нас работал не очень хорошо, нам приходилось делать фильтр по возрасту документа. Ну и, соответственно, можно таким тресхолдом подотсекать документы, которые, ну, вероятно, уже не успеваем по кого-то переобойти. Ну и финализируя схему, она выглядит следующим образом. У нас есть краулер, который смотрит на стейт товаров, смотрит на логи поиска товарного и большого поиска, приоритизирует документы, скачивает, иногда запускает JavaScript, отправляет дальше в контент-систему Яндекс.Робота, которая фильтрует поток по классификатору, дальше отправляет все это дело в парсер, который смотрит на оффлайн-процесс построения классов эквивалентности, дальше этот поток идет в хранилище, и в хранилище, и индекс выкладывается под рантайм. Но во всей вот этой схеме, как я обещал вначале, есть маленький нюансик. Это выкладка полного индекса. Она долгая. Единицы часов. Нас такая скорость не устраивает. Поэтому мы подумали и поняли, а давайте сделаем отдельный быстрый контур выкладки под рантайм, который сбоку от основного индекса, в котором мы будем выкладывать только цены и наличие. Это на самом деле очень маленький объем данных относительно всего индекса, условно, единицы процентов. И можно прямо на шардиках поднять key value storage в памяти, который почти забесплатно будет поддерживать максимально актуальные цены и наличие. Мы просто будем заглядывать вот в этот key value storage помимо основного индекса. И вся такая схема целиком вот с этим быстрым контуром позволяет документы от начала до конца, от скачивания до показа его пользователю, пробрасывать за единицы минут. Что уже звучит почти круто. Мы решили задачу. И давайте посмотрим на другие примеры использования. Как я обещал, мы используем точно такие же подходы парсинга для извлечения данных, например, про онлайн курсы. Вот так выглядит обогащенная ответа. Мы умеем извлекать начало, профессию, длительность, стоимость. Мы умеем точно такими же алгоритмами парсить достаточно сложные характеристики, вроде, не знаю, материала, сезона, размеров, цветов и так далее. И на самом деле много других задач, про которые тоже там можно чуть ли не отдельный доклад рассказывать, а как можно применить алгоритмы парсинга. Ну и резюмируя, сегодня мы обсудили несколько подходов к парсингу структурированных данных. Мы обсудили, какие есть эвристики поддерживания актуальности. Мы посмотрели на архитектуру базы товарного поиска и посмотрели на различные другие сферы применения алгоритмов парсинга. Спасибо. Давайте переходить к вопросам. Так, я вижу вопросики. А, я вижу вопросик. Вот здесь есть вначале вопросик. Кто микрофон выдает? А, вон микрофон бежит. Я далек немного от этого всего. Но у меня такой вопрос просто ради интереса. А можно вот этот вот поиск товаров осуществлять по анализу изображения. Не по разметке, а просто по изображению. Скажем, как скан документов работает, да, допустим, анализ скана и перевод в цифровую. А вот то же самое с сайтами делать. Какие-нибудь модели, которые могут видеть, отличать цифры от букв, там цену, поля примерно, запоминать в каком углу находится поле с ценой и там распознавание делать. Или это нецелесообразно и вообще бессмысленно в сравнении с разметкой. Да, спасибо за вопрос. На самом деле это второй альтернативный способ парсинга по самому изображению и по попытке излечь с него. Ну, у него самое главное, к сожалению, огромный недостаток. То, что зачастую это требует кучу видеокарт. Ну, то есть сразу, когда переходишь к анализу изображений, для хорошего качества надо поднимать отдельный контур, высоко нагруженный. У нас было несколько экспериментов в самом начале с извлечением, с картинок, но они как-то себя не оправдали в терминах вычислительных ресурсов. И в литературе каких-то суперудачных применений мы не нашли и поэтому отказались в пользу более текстовых подходов. Ну, мы не нашли прям примеров, где это работает прям драматически лучше, потому что есть подход более простой. Если запустить джава-скрипты и прямо отрендерить вот эту страницу, вот в подходе, который рассказывал я, можно добраться до факторов, на самом деле про позиции элементов. И вот уже в таком подходе можно расширять подход, который я рассказал, уже гораздо проще, органичнее. Там прямо есть локация, что вот этот элемент занимает пиксели отсюда досюда, и можно их дотаскивать, уже сотреть структуру. И контент, который надо извлекать без картинки, он уже здесь в тексте лежит. То есть на самом деле гораздо проще вот этот визуальный обманывать с помощью отрендерить в браузере и посмотреть на координаты. Да, микрофон отобрали. Это такой задел на кулуаре, да? Такой вопрос. А бывает, что специально вот, скажем, сайты магазинов меняют позицию цены, меняют вот эту вот разметку, чтобы их вот так не агрегировали, или им это неинтересно. Специально делают вам хуже. Им не выгодно делать хуже, мы же поиск, мы ведем на них трафик. Понятно. Но как изгаляются магазины, чтобы их правильно парсили? Это отдельный круглый стол, наверное, на 3 часа без остановок. Но тогда они должны вам помогать в этом поиске, получается? И как-то вот эти вот разметки делать так, чтобы у вас не было каких-то там сложных моделей для поиска? Ну, до всех не доберешься. До кого добираемся, они нам помогают. До тех, кто не читает рассылки. К сожалению, приходится так вот хитро до них доходить и извлекать данные. Смотри, аж трижды опубликован вопрос в чатике. Какие инструменты вы используете для обхода капчей? Мы же прямо явно говорим, что мы Яндекс.Робот, Яндекс.Бот 3.0. И вот если нам показывают капчу, это очень плохо влияет на позиции в поиске. Ну, то есть у тебя с удостоверением, да, кроула хватит? Да, да, да. Подход такой, да. Тук-тук-тук, именем королевы откройте. Да. Есть ли у вас проблемы с ханипотами и как вы ее обходите? Не, ну, проблемы с ханипотами, конечно, есть. Мы делаем примерно следующим образом. Команда разработки алгоритма автопарсинга во время дежурства занимается кастомной разметкой и поддерживает их. То есть дежурный должен в начале недели разметить 10 страничек по его мнению. Мы складываем их в ханипоты и используем. То есть мы сошлись в итоге к такому методу. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Сколько времени занимает выполнение SEO pipeline? То есть мы, например, понимаем, нам надо обновить цену. Вот сколько времени пройдется с момента осознания вот этой необходимости? Почему задаю вопрос? Потому что почему нельзя обновлять цену в тот момент, когда показывается товар пользователю? То есть он сделан, например, запрос. Почему нельзя в этот момент взять и актуализировать цену и сгашировать ее, например? То есть это какое-то временное ограничение? Да, смотри, мы тоже думали про такой подход. Ну, во-первых, он нашел в каком-то виде отражение в приоритизации. Если мы показали этот товар, то мы как можно быстрее пытаемся его заново скачать. Но весь вот этот pipeline занимает единицы минут. И, к сожалению, там как-то гарантировать, что мы это сделаем, не знаю, там за секунду или там меньше, тем более невозможно, потому что интернет огромный. Ну, многие сайты отвечают за единицы секунд. То есть там пока он запустится, пока мы, не знаю, запустим партеры, такое невозможно, к сожалению, гарантировать. Понятно, спасибо. Там тебя снимают на видео, надо помахать. А, да, да. Будьте добры, вопрос. Да, добрый день. Вопрос такой. А не пробовали в дополнение еще к этим методам добавить некий свой стандартный Яндекс.Апиай, может быть, метаданные, чтобы создатели сайтов просто напрямую вам сбрасывали эту информацию? Такой подход тоже есть, конечно же. У нас товарный поиск точно так же можно… А муках не Яндексу этим заниматься? Не, у нас, конечно же, есть API для загрузки всех этих цен, но, к сожалению, опять же, там полтора миллиона сайтов кому-то дорого вот эту разработку делать, кому-то просто они там не догадываются лень. Ну, часть сайтов, конечно, отправляют нам напрямую цены. Это правда. А все остальные нужно парсить. Друзья, пока вы готовите вопросы, читаю вопрос из чатика. Парсер с моделью будет когда-нибудь в open source? Смайлик. В open source? Не, на самом деле мы сейчас совместно с ребятами с Shado ресерчим более академические подходы. И я думаю, они имеют шанс опубликоваться где-нибудь в open source на GitHub, или в виде статейки. Когда? Ну, я думаю, это весна, наверное, срок. Какие-нибудь такие порядки. Да-да, есть email, где можно подписаться на рассылку. Нет, вот есть мой телеграм, можно напомнить к весне. Я с удовольствием отвечу и поделюсь новостями. Да, Никита Вьюшков, это ответ для вас. Друзья, есть еще вопросы? Вот, пожалуйста. Илья, спасибо за интересный доклад. У меня два маленьких вопроса. Сейчас, секундочку. Махните. Да, я тут. А, я… Да-да. На одной прямой. Отлично. Так, вон там, видишь, где-то на границе миров. Да-да-да. Да, вопрос с границей миров. Как вы понимаете, что все цены, которые вы распарсили, они действительно актуальны? Ведь их же много. Не пройдешь все, не проверишь. А второй вопрос. Все-таки я не понял, чего вы делаете с картинкой. Вот ты показывал пример, где объявляется какая-то акция, да, в конкретные даты. И на картинке цена. Вот что с этим делать? Да, спасибо за вопрос. Правильность парсинга определяется стандартным подходом. Давай возьмем равнераспределенный сэмпл, ну там пропорционально тому, как мы показываем документы, условно тысячу или там несколько тысяч документов, дадим их толокером и попросим проверить. И мы получим на самом деле чиселку оценки правильности наших данных в среднем по базе, ну там с какой-нибудь минимальной дисперсией в 1%, что достаточно точно отражает реальное состояние дел. Про картинку, которая с ценой на акции, ее вполне легко переваривает текстовый фактор. Он видит, что прям в ноде, для которой мы сейчас делаем предсказание, есть информация, что это цена по акции. Ну там почти любая текстовая модель, в том числе наша, она вполне понимает, нет, что там на самом деле не похоже товара, это не надо извлекать. Спасибо. Следующий вопрос. Добрый день. Скажите, пожалуйста, пару слов о том, что вы используете в качестве K-Value Storage и какова его архитектура. Я еще, простите, пожалуйста. В конце вашего доклада, то, что вот эти горячие данные, которые вы в итоге кладете в K-Value Storage. В ключ значения. Да, да, да. Что вы используете и какая архитектура? Мы используем на самом деле стандартную индексовую штуку. SAS K-Value. Это внутренняя индексовая технология. Это просто Storage, в который можно потоково наливать данные и ходить просто с GET-запросами. Я думаю, там на Комни-Хабре про архитектуру SAS, скорее всего, мы писали не раз. Если интересно, можешь написать на Telegram, я найду статейку, как она устроена. То есть там вполне хорошо описывается, как это работает и как это работает быстро. Илья, быстрый ответ. Какой-то лзой запускается JS? Просто Selenium? Там кластер Chrome. Там у нас Selenium. Пожалуйста. Да, да, у меня интересный вопрос. Спасибо большое за доклад. Парсят ли вас? Хотелось бы узнать. И возможно, боретесь ли вы с этим или нет. Я имею в виду продукты Яндекса. Спасибо. Не, на самом деле мы знаем, что парсят нас. В смысле, парсят ли их с бертыми, что ли? Не, ну мы знаем, кто нас парсит. Мы даже общаемся с этими людьми. Ну, там мы знаем, они ходят. Парсят товарную вертикаль. Там много полезных данных в товарной поиске. Ну, здесь есть преимущества. Они иногда нам баги репортят. В общем, взаимовыгодное сотрудничество. Но на это сложно влиять. То есть мы не можем запретить обход роботов в том числе, потому что индексация в Гугле и вот это все. Ну, хорошо. Когда ты приходишь, ты говоришь, что ты Яндекса, и тебе там капчу не показывают, и сразу все данные отдают. А вот когда эти люди к тебе приходят, тебя парсят, ты им устраиваешь там капчу и всякое такое? Мейлороботу невыгодно капчу. Они же нас тоже проиндексируют. Да, привет. Илья, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Например, если какой-то владелец магазина против того, чтобы вы их партили, как вы это обходите? И вообще есть ли такие случаи, что они не хотят, чтобы вы их партили? Может быть, есть какие-то, не знаю, вы там заключаете договора, но понятно, что магазинов такого количества, такого огромного количества, что всех, наверное, не обойти и как-то с ними, наверное, со всеми нельзя договориться. Тут есть стандартное решение, как у всех сервисов Яндекса для индексации. Есть тег noindex, вершение, которое можно указать к блоку с ценой или вообще на весь документ. Мы туда не заглядываем и не используем нигде в наших пайплайнах эти данные. А что это за магазины, которые не хотят, чтобы их парсили? Вот Озон, например, хочет, чтобы его парсили? С твоей точки зрения. Не надо отлиться. Озон теха отвечает. С точки зрения Озона они получают много трафика с поиска. Им это выгодно точно так же. И есть еще вопросы, друзья? Махните рукой. Давай тогда финальный вопрос из чатика и мы тебя отпустим. Можно всегда спикера найти у него на стенде. Там Яндекс очередной раз построил целую улицу. Вот на этой улице можно их найти. Собирается весь интернет. Есть ли какой-то фильтр, чтобы отсеивать фейковые интернет-магазины и мошеннические сайты? О, вот это, кстати, уже интересная задача. Ну, это прям отдельный доклад на самом деле про то, как мы контролируем мошенников. Ну, вся вот эта служба контроля качества со всеми ручными и полуавтоматическими проверками. Да, мы делаем, активно боремся с мошенниками, активно боремся с пессимизацией магазинов, которые там показывают товар, но не доставляют их. Это, ну, правда, там полчаса рассказывать, как мы это делаем. Полчаса рассказывать? Да. Я понял намек. Ну, автор вопроса Константин Пронин. Константин, просто вот тележку Илье напишите, и он вам там полчаса будет писать о том, что они делают, чтобы фильтровать. Кому подарим вот за лучший вопрос игрушечку? Давайте, мне кажется, первому вопросу. Кто спросил про картинки и про дополнительный подход парсинга? А, бухните рукой. Где-то справа, по-моему. Отлично. Игрушечка. Можно с ней обниматься, когда ложишься спать. Да. Да. Спасибо. 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 Продолжение следует...